Профессиональный праздник отметили работники библиотек. В России его отмечают 27 мая. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1795 году, императрица Екатерина II подписала указ о создании первой императорской публичной библиотеки. О буднях и праздниках Люберецкой Есенинки в репортаже моих коллег. Книги расширяют кругозор, обогащают словарный запас, развивают фантазию и мышление. Святослав Сидяченко записался в библиотеку несколько лет назад. Ходить по пятницам с друзьями в читальный зал – традиция. Люблю читать книги всякие. Сейчас я читаю еще. Книги сочных знаний. Здесь много можно еще узнать. Умным стать. Книги хорошему учат. В библиотеках округа трудится 84 преданных своему делу специалиста. С профессиональным праздником, который отмечается 29-й раз, пришли поздравить люберецкие депутаты. Библиотекари – это творческие, одаренные, интеллектуальные люди. Потому что, чтобы работать в библиотеке, это на самом деле должно быть призвание. Ваш труд востребован, он крайне нужен, необходим. Поэтому я скажу вам огромное спасибо за труд. Будьте счастливы, будьте здоровы. По словам библиотекарей, мода на чтение печатных книг никогда не пройдет. В читальных залах всегда есть люди. Это говорит о том, что в Люберцах читают много. Это особая атмосфера. Это особое ощущение, когда ты читаешь именно бумажную книгу, переворачиваешь странички, чувствуешь запах типографской краски. Родители приводят все больше детей. Дети читают школьную литературу. Пенсионеры, которые тоже не могут себе позволить приобретать какие-то издания, приходят, пользуются спросом любовные романы, детективы. Ну вот, а молодежь все-таки нон-фикшн. В Люберецкой центральной библиотеке имени Есенина 11 филиалов. В них записано более 30 тысяч читателей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.